Здравствуйте, дяденьки и тетеньки, девочки и мальчики! Вы находитесь на канале Вязьма, а меня зовут Алексей, а если короче, то Алекс. Наверняка вы все видели карту Вязьмы в Яндекс картах или на Google Maps и представляете, как она выглядит картографически. Знаете названия улиц и переулков, а я хочу представить вам обзор карты Вязьмы столетней давности. Это будет реконструкция карты, которую я рисовал с аэрофотоснимков Люфтваффе, когда Вязьма была еще довоенная и не разрушенная. Мы узнаем, как назывались улицы до революции, увидим, где находились ныне несуществующие церкви и некоторые здания не сохранившиеся до наших дней. Итак, начнем! СТО ЛЕТ НАЗАД ГОРОД ДЕЛИЛСЯ НА ЧАСТИ ЦЕНТРАЛЬНУЮ, МОСКОВСКУЮ, КАЛУЖСКУЮ, СМОЛЕНСКУЮ, ДУХОВСКУЮ И БЕЛЬСКУЮ. Граница города заканчивалась на востоке, в районе нынешнего военкомата. На юге по линии хлебозавода Ямской площади, на западе в районе улицы Гражданской войны, на Бельской стороне в районе автоколонны. С Бельской стороны мы и начнем. До революции улица Кирова от Советской площади до Зуевского моста называлась Киреев переулок, а после моста Егорьевская, которая вела к церкви Петра и Павла с несохранившейся колокольней. Потом шел Свинной переулок, а далее улица Стекольная. Ныне эти два отрезка представляют улицу Декабристов, которая заканчивается там же, где и сто лет назад. Улица Герцена, на которой находится психушка, раньше называлась Ечистого, а улица Ленских событий была Благовещенской по имени одноименного храма, находившегося на ней. Вот все, что осталось от Благовещенской церкви, вот эта пристройка, постройки 1715 года. Сама церковь была разрушена в 1943, а сейчас этот дом жилой, дом с историей. И я представляю, как это, например, живя в этом доме, пригласить девушку, рассказать ей об истории этого дома, трехсотлетней истории. Наконец, сводить ее напротив на экскурсию в морг и после этой экскурсии ее отужинать. Романтика! Еще одним храмом в данном районе был вход Иерусалимский, построенный в 1714-1716 годах, и располагался прямо на проезжей части нынешней улицы Комсомольской, тогда именуемой Бельской. Объезжать церковь приходилось по правой стороне, этот объезд сохранился и по сей день. Храм не сильно пострадал во время войны, однако в 50-х годах прошлого века было принято решение его разобрать, чтобы спрямить улицу Комсомольскую, а на месте разобранного храма в этом году установили памятный знак. Также на этой стороне были Бельский переулок, улица Среднебельская на Неборовского и Нижнебельская, ведущая к Фроловскому кладбищу. В наше время это улица Перновского полка. На Фроловском кладбище в 1793 году была выстроена Варваринская церковь, также разобранная в 50-х годах. Реку Вязьма огибали улицы Средняя и Верхняя течения реки Вязьма, ныне улица Овсянника, первого председателя Вяземского РСДРП. Именно он 16 октября 1918 года подписал документ о переименовании улицы площадей Вязьма. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...